И снова здравствуйте, это Укралась в Милом Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман. Мы очень рады, что сегодня с нами на связи особенный гость. Это журналист-международник, известный журналист-международник, клумнист, обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт. Константин, здравствуйте. Спасибо огромное, что дошли. Приветствую. Спасибо за приглашение. Спасибо. Константин, знаете, вот я послушала несколько ваших интервью и подумала, в которых вы говорили о том, что сейчас очень плотно занимаетесь Ближним Востоком. И я подумала, почему бы нам не начать наш с вами разговор именно с Ближнего Востока, тем более, что повода для этого совершенно какое-то огромное количество прямо здесь и сейчас. Операция, которую провела, провел Израиль, разведка Израиля. Да, сегодня третий день, там опять взрывается уже не просто какая-то маленькая, там не просто пейджеры, уже началась какая-то большая бытовая техника, там рэбы взрываются, да, и при этом армия Израиля отправляется на север с 10-секундным практически роликом вышел в Летаньяху и сказал, что люди, которые вынуждены были покинуть север Израиля, все-таки туда вернутся. А пахнет большой войной? Снова пахнет большой войной? Нет, не пахнет. Для большой войны необходимы другие условия на Ближнем Востоке. Сегодня никакая армия ни одной страны региона не готова будет воевать с Израилем. Те, которые находятся на непосредственной линии соприкосновения, те страны, которые находятся на непосредственной линии соприкосновения, либо имеют мирные соглашения с Израилем, как, например, Иордания и Египет, или же, тем более, Египты не граничат с Израилем сегодня, либо же это совершенно разрушенные страны, которые, ну, де-факто уже в какой-то степени даже перестали быть государственными, типа Ливан. И, кстати, той же самой Сирии, в которой Путин спас режим, а вот государство и общество, конечно, находятся в состоянии коллапса. Поэтому никто прямое будет в столкновение с Израилем сегодня не вступит. Если Израиль зайдет на территорию Ливана, в чем я пока сомневаюсь, то это будет типичная такая, типичная история про противостояние армии Израиля, так сказать, боевикам Хизбаллы. То есть, условно говоря, там партизанская война против регулярной армии. Израильтяне знают, как это делать, у них большой опыт. Они довольно многому научились со времен своих первых вторжений в Ливан в 78-м и 82-м годах прошлого века. Поэтому я не думаю, что кто-то на это пойдет. Реально война уже идет. Это надо прямо признать. Это война Ирана с Израилем через, как сейчас модно стало говорить, заимствовав английское слово, через прокси в лице Хизбаллы, шиитской организации, базирующейся в Ливане и де-факто являющейся одним из двух правительств Ливана, помимо официального. И другие прокси, это сунниты из Хамас. Но Ирану, знаете, у них равенство в политике найма. Они и шиитов и суитов финансируют без всяких проблем. Так вот, идет глобальная война Ирана с Израилем. Ну, как минимум региональная. Пока еще, к счастью, она не перешла в глобальные, на нынешнем этапе, глобальные теракты против израильских объектов или объектов, связанных с еврейскими общинами во всем мире пока. Я надеюсь, что не перейдет. И вот это и есть главная составляющая сегодня. Никакой войны в классическом смысле этого слова, при которой какие-то армии будут куда-то там перемещаться, как это было во время войн, ну, скажем, военной независимости Израиля 48-49 года или во время войны судного дня 73-го года, ничего этого не будет. Просто некому перемещаться. С тех пор регион очень сильно изменился и будет продолжать меняться, с моей личной точки зрения, в положительную, позитивную для Израиля сторону. А что вы имеете в виду под изменения в позитивную для Израиля сторону? Ну, смотрите, когда я учил арабский язык в университете, это было в начале 80-х годов, единственной страной, арабской страной, которая установила дипломатические отношения с Израилем, единственной страной был Египет. В 81-м году президент Египта и нобелевский лауреат Анвара Саддат заплатил жизнью за этот шаг, его убили. Сегодня, если мы посмотрим на число стран арабских, признающих Израиль, то это помимо Египта и Ордания, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко, Судан. Это де-факто уже такие неформальные, неофициальные отношения с Оманом и Тунисом. Это, я думаю, неизбежно, и не только при моей жизни, но и при моей активной профессиональной жизни, установление дипломатических отношений, потенциально из Израиля с Саудовской Аравией, которое, в общем-то, в какой-то степени было, простите, уж такой же намази, когда Хамас нанес при иранской, конечно же, поддержке и спонсорстве, и подначивании, свой удар 7 октября, террористическую атаку произвел на израильтян. Это была, несомненно, попытка в этом, согласно большинству аналитиков региона, значительно более серьезных, чем я, это была попытка именно торпедировать саудовско-израильское сближение, которое шло довольно серьезными темпами. И, в общем-то, я думаю, что это удалось остановить, но не торпедировать. Потому что главной, ну, сущностью, если угодно, сегодняшнего контекста, конфликта на Ближнем Востоке, является неабстрактный конфликт арабского национализма с Израилем. Это все в прошлом. Это там, пусть наши зрители там погуглят, посмотрят, почитают, там, про Гамаль Абдон Насара, его поддержку СССР, про сирийские и иракские режимы, так сказать, партии БААС. Это все, это прошлый век. Реально, во всех смыслах. Сегодняшняя суть ближневосточного, ближневосточного противостояния, это протестование Ирана с А. Израилем, Б. Целым рядом арабских стран, прежде всего, арабских стран Персидского залива, или Арабского залива, как его называют арабы, за влияние, за контроль над морскими путями, за региональную гегемонию, если угодно. В этом плане иранский исламистский, исламский режим ничем не отличается от предыдущих правительств, включая, кстати, от свергнутого имя шахского правительства, которое тоже мечтало о том, чтобы быть главной региональной державой. Ну, с одной поправочкой. Шах был реальным союзником Запада в регионе, а, соответственно, нынешняя, так сказать, политическая руководство Тегерани является противником Запада. Так вот, это и есть главная история. Вопросы, связанные, там, скажем, с палестинской государственностью, сегодня, на самом деле, второстепенно для решения главных, для разрешения, наверное, главного конфликта, для превращения региона в регион мира, и, там, глобальной торговли экономических, человеческих связей. Это займет очень... Установление нормальных отношений займет долгое время, потому что стереотипы ломаются с трудом. Конечно, там, до обмена студентами между, там, Эмиратами и Израилем или Египтом и Израилем пройдет много времени до того, как они будут ездить, как, скажем, литовские студенты ездят куда-нибудь, там, ну, я не знаю, в Америку, условно говоря, или украинские в Италию. Ну, это будет. Обязательно будет. Тогда, когда изменится ситуация, прежде всего, связанная, конечно, с тегеранским режимом. И в этом смысле, как бы, когда мы говорим, например, о России на Ближнем Востоке, то мы как раз говорим, я знаю, что вы зададите этот вопрос. Конечно, он у меня прямо витает уже. Мы как раз говорим о том, что Путин сегодня солидаризировался с Ираном против не только Израиля, хотя, вы помните, как долго он культивировал, довольно успешно культивировал отношения с Нетаньяху и нынешним правительством Израиля, но и с значительной частью арабских стран, арабских правительств, которые сегодня видят в Москве ну, прежде всего, союзника и главного врага. И поэтому, скажем, ну, путинские мечты о де-факто неформальном там, там, участии в ОПЕК, так называемом, ОПЕК+, и о влиянии на, например, мировую нефтяную политику. Они сильно были подорваны, не полностью уничтожены, но сильно подорваны вот этой политикой взаимодействия с иранцами. И это сегодня тоже очень важный фактор в том, насколько Россия может или не может повлиять на или влияет на происходящее. Российское влияние на происходящее на Ближнем Востоке сегодня, с моей личной точки зрения, сугубо негативно, как, собственно, всегда и было. За последние, ну, за все годы путинского управления. Это всегда, знаете, считайтесь с нами, потому что мы можем прийти и перебить вам, так сказать, посуду. Вот, это, собственно, и есть суть российской политики. Везде в Украине дошло до агрессии и геноцида, в других местах, ну, скажем, в Сирии, это дошло тоже практически до того же самого. а там, с поправками, мы не будем сейчас сдаваться в рассуждении по поводу легитимности правительства Асада, что они могли, что не могли попросить, но смысл того, что сделала сирийская армия при поддержке российских ВВС, ключевой поддержки, и поддержки Ирана, он понятен. Вот, поэтому, к сожалению, российская внешняя политика на Ближнем Востоке сегодня такая же, как и везде. Это промоутирование дестабилизации, промоутирование самых отвратных, я бы так сказал, акторов на международной сцене, это промоутирование войн, это угрозы, терроризм и в общем, ну, условно говоря, вот такое поведение хулигана, да, когда, о, я сейчас всех тут порежу, как свиней, поэтому давайте сделайте, как я хочу. Ну, вот, в этом сегодня смысл, с моей точки зрения арабо-израильская нормализация, в которой, для которой установление отношений, официальных отношений, хотя бы, между Саудской Аравией и Израилем ключевой момент, приторможено нынешними событиями, но его даже в среднесрочной перспективе не остановили. Константин, тогда позвольте немножко расширить нашу тему, и, ведь, когда Путин начинал широкомасштабное вторжение в Украину, создавалось такое впечатление, ну, по крайней мере, из его заявлений, что он поворачивается спиной к западу и уходит куда-то на восток, и создавалось впечатление, повторюсь, что он хотел быть таким большим лидером глобального юга или так называемого глобального юга, и в этом смысле, как вам кажется, что удалось ему из этого, что не удалось, и вот вы уже вспоминали о роли России на Ближнем Востоке, но я так понимаю, что ведь глобальный юг намного шире, чем просто Ближний Восток, поэтому, если можно, давайте немножко об этом, я знаю, что вы тоже занимались этой темой, нам интересно. Да, я в прошлом году даже провел целый месяц в Южной Америке, так сказать, рассказывая местным исследователям, политикам и иногда просто общим таким аудиториям, обычным, довольно широким, вместе с двумя моими коллегами из мемориала Новой газеты о том, что такое на самом деле путинская Россия. Вы совершенно правы. Путин сделал ставку на, после начала широкомасштабного вторжения в Украину, он сделал ставку на солидарность с глобальным югом, на то, что Украина будет воспринята и при помощи российской пропаганды, кстати, без ее помощи. Украины хватает врагов в этих самых странах глобального юга, которые видят ее, прежде всего, как, ну, во-первых, это какая-то часть великого бывшего Советского Союза, который был отечеством всех борцов за национальное освобождение, как раньше пролетариата, ну, какая-то непонятная Украина, почему-то она хочет отделиться от великой России. Во-вторых, Путин смог себя позиционировать как одного из главных, если не главного, чемпиона по борьбе с Соединенными Штатами в мире, потому что антиамериканизм это, собственно, главный товар, которым Путин торгует. Это антиамериканизм, из которого следует широко говоря антизападничество. И на этот товар покупателей более чем хватает. в целом ряде стран, таких как Южная Африка, Бразилия, где я недавно побывал, есть большой зуб на Америку. Понятно, он связан с какими-то историческими элементами. В Южной Америке, например, прежде всего идея, что всякие военные диктатуры поддерживались Соединенными Штатами. Это правда, поддерживались действительно. Вопрос, из-за чего они поддерживались, из-за того, что Советский Союз поддерживал других людей, которые пытались установить другие режимы. Это было действительно поле холодной войны. И Путин очень активно занимался на профессиональном жаргоне пиарщиков шмузингом этих третьемирных глобально южных стран. Вы помните саммит России Африка в Санкт-Петербург? А вот привезли кучу африканских президентов туда и так далее. Тут вот какая штука возникает. На мой взгляд, в целом это вроде как какое-то время работы. Это кстати очень поддерживал Китай, потому что очень круто Путин делает китайскую работу по обливанию грязью Соединенных Штатов, Евросоюза и их глобальных союзников, включает Японию Южную Карьеру в определенной степени по свойству транзитивности, как говорят в математике. А с другой стороны, китайцам остается только немножко попить чай со стороны. Но проблема вот во-первых в таких случаях вот эти все да и кстати, что интересно тут все очень зависит от скажем то с кем ты говоришь в том же глобальном юге. Например, вот эти сильно нелюбимые коллективным русским и не только русским Гардин и Нью-Йорк Таймс так сказать ультраправые хотя я интервьюировал настоящих эсэсовцев и людей выживавших в бункере. Я знаю, что такое ультраправые. Ну ладно, короче, вот так называем ультраправые вот эти самые они например в Южной Америке это вообще главные союзники Украины и антипутинских сил. Потому что для них Путин ну вот эти все такие консервативные католики капиталисты вот потому что для них Путин это кто? Это династия Кастро ну неважно как она сейчас называется династия Кастро на Кубе это венесуэльский режим это никоруганский режим это всякого рода марксистские повстанцы там типа там в Перу это там как это там скорее маисты даже но все равно значит там как только я никогда не забуду как в Сантьяго до Чили я был на учредительном съезде такого общеиспаноязычного движения правоцентрического нормального правоцентрическое движение которое называется демократия и либертад да демократия и свобода и там было несколько бывших президентов включая президентов Боливии Колумбии ныне покойный бывший президент Чили Себастьян Пенейра погибший в авиакатастрофе недавно к сожалению вот значит я там был присутствовал смотрел на все это дело и в самом конце когда уже все завершается когда уже так сказать там играет музыка бравурный все должны покидать зал последний как бы аккорд и бывший президент Боливии Хорги Кирога со сцены кричит слава Украине да ладно ничего себе понимаете так сказать вот в этих странах убеждать университетский аудиторий традиционно левый и частично государственных чиновников ну мы говорим о прошлом году меня потрясла полностью потрясла на самом деле слабая информированность даже выше людей я говорю о уровне бывшей главы государств бывший президент не буду называть как по поводу происходящего одна фигура мне сказала скажите ну да вот это все нехорошо конечно что Путин залез в Украину так как не очень здорово но ведь это все НАТО вот я я помню была какая-то договоренность что НАТО не будет расширяться понимаете я думаю передо мной сидит человек там дважды глава государства занимавший много других замечательных постов а разговор как говорят знаете есть такое современное российское разговор как с дядей Валерой из гаража идет и я такой типа фигура ты что вот то есть представление очень слабое зато с другой стороны например чилийские левые там как известно очень левый практически коммунистический президент но это такие демократические левые мы конечно может не очень любим Америку но вот это агрессия вот это все Бутч все прочее это ужасно и мы это осуждаем и там как раз было может проще всего как это ни странно там оказались вполне вменяемые левые вот а по крайней мере какая-то часть но наверное что я скажу главное про вот пока что про эту поездку потом перейду к вашему вопросу извините что так долго получилось мне кажется интересно очень интересно это очень интересно спасибо ну вот что меня там очень неприятно удивило это как раз то что пожалуй самая главная сторона в которой когда мы начинали говорить с моими коллегами про из мемориала из новой газеты не один я там был мы начинали говорить про путинскую агрессию про изнасилование про грабежи про весь этот разбой так сказать российской армии и про про обстрелы городов и все прочее знаете вот опуск вот было видно как особенно в разговоре с официальными лицами опускается такая как пленка как на глаза как темные очки они надевают сразу да то есть ну да говори-говори мали-мали-мали-мали-емели твоя неделя но это все летело мимо потому что нынешнее бразильское руководство социалистической партии во главе с практически осужденным коррупционером Лулой оно занимает вот по-прежнему такую очень жесткую позицию антиамериканскую это они очень сильно продают внутри страны во всем виноваты значит вот не коррупционеры язык собственной партии а значит западные подстрекатели которые тут местных значит капиталистов и бывшего президента Болсонара который тоже тот еще фрукт конечно вот значит вот подзуживают наш народный режим тут свергать и ну по крайней мере тогда это было очень заметно тем более что тогда еще в Бразилии президент Лула рассчитывали стать рассчитывал он стать посредником ему даже там его окружение как мне объясняли местные так сказать дипломаты говорила типа давай-давай Хосе Игнасио значит станешь Нобелевским лауреатом ну конечно не то что он будет Нобелевским лауреатом поговорим с Путиным потому что для Путина он просто какой-то там ну парень там чаю принести туда-сюда вот он же Путин их всех презирает на самом деле он только он внутренник несомненно расист он уважает только больших белых людей вот а в общем-то мне кажется что сейчас этот эффект постепенно начинает сходить на нет почему потому что все эти люди вот которые думают что была договоренность в гараже между НАТО и Михаилом Сергеевичем покойным значит они в данной ситуации не сильно разговаривают вот кто сильный вот они говорят Россия сильная ну вы что Россия ядерная держава вообще как накатит тут блин все послетают с катушек эти какие-то непонятные украинцы а тут уже понимаете третий год заканчивается не слетают с катушек а даже заняли территорию России и тут начинает так эти чуваки может и не такие сильные может что-то нам и не так понимали давайте так сказать поубавим немножко пыль и тут добавь несчастные палестинцы как всегда которых надо защищать при любых обстоятельствах вот и мне кажется сейчас эта поддержка спадает наиболее интересный момент это два первый это начало поставок индийских боеприпасов в Украину это значит что дипломатия западная французско-американская кризис но и дипломатия Евросоюза надо отметить здесь конечно коллективные усилия Евросоюза в этом направлении включая страны Центральной Восточной Европы сработало и Нарендра Моди который еще полгода назад был большим любителем России начинает отодвигаться в том числе и потому что Индия важнейший союзник Запада в будущем точнее уже существующем идущем противостоянии с Китаем и это важнее уж как Путин этого несчастного моди облизывал 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 с дисконтом не продавались покупать а потом извините они поняли что надо проводить как минимум сбалансированную внешнюю и внешнеэкономическую политику это номер один номер два это не глобальный юг но тем не менее обратите внимание на то что произошло в последние недели в Сербии вот такой большой любитель Москвы президент Вучич заключил глобальное соглашение с Соединенными Штатами о партнерстве энергетическом а со Францией после визита президента Макрон о поставках французских боевых самолетов Рафаль в Сербию это не просто извините открыли там еще одно отделение Аститут Франце там французского культурного центра в городе Ниш например не это заявление стратегическое то есть я ничего я не такой большой специалист в сфере балканской политики вообще и сербской частности я знаю много претензий в том числе по части демократических процессов внутри страны но как минимум мой анализ такой как минимум это означает вот что может быть Вучич хочет остаться как можно дольше скорее всего но он хочет для этого опираться не только на Путин а на Запад стать таким важным ключевым элементом может быть подоговаться вокруг Косова дальше не знаю но он хочет быть скорее ближе к Западу сегодня и это на мой взгляд ну внушительная история которая кстати может повлиять потенциально и на важнейшего кстати для Сербии и ключевого в украинском контексте игрока на Венгрии для Венгрии ну потому это соседи ближайшие для венгерского меньшинства проживает на территории Сербии в автономном крае Воеводзина это важнейшее посольство для Будапешта важнейшее посольство Белграда для Белграда важнейшее посольство Будапешта и несомненно сближение Вучича с Соединенными Штатами и Евросоюзом это определенного рода вызов для Виктора Орбана который наверное может попытаться как-то адаптировать свою политику может быть чуть меньше говорить о каких-то вещах чуть чаще выходить из залов заседаний когда там голосуют не так как хотят помните как он сделал конечно кофе попить он талантный политик ничего нельзя сказать умеет общаться в том числе со своей аудиторией в чем я мог убедиться на месте в Венгрии но несомненно для нас с вами желающих победы Украины такие события важны и это тоже не успех Путина шмузили шмузили облизывали облизывали там денег вылили немеренных 20 тысяч бочек в эту Сербию всяких там этих там уже тоже есть свои ряженые как в России казаки там тетники эти все ряженые бегают король или смерть бог или смерть все в черном такие прикольные чуваки но результат ну бегали бегали хрен значит думаю что здесь есть свои так сказать какие-то компромиссы несомненно но в стратегическом плане это важный момент и пока что вот в последний месяц я не вижу никаких хороших сигналов для Путина не значит что Путин завтра потерпит поражение давайте не будем себя обольчать но все что мы видим в последнее время Украина индийское сближение сербско западное сближение Курск это отказы в выдаче кстати вот интересный тоже момент дополнительный отказ сербского суда отказал в выдаче белорусского активиста в Лукашенке интересно я не знала об этом ну понятно что это Лукашенко так сказать данной ситуации многие воспринимаются как аватар Путин и поэтому ну движение неуклонное движение Германии к возможно даже досрочным выборам и канцлеру по имени Фридрих Мерц который является одним из главных сторонников Украины на континенте наш в общем вот это все пока что я не вижу никаких успехов особенно у Путина кроме Грузии которая к сожалению да вот сдвигается в обратном направлении но вот как бы в большом большой вот схеме геополитики это не настолько важно номер один номер два это компенсируется тем что совершенно сенсационными вещами которые я был уверен никогда не увижу при своей жизни происходящей в Армении это реально важнейший исторический момент то что мы видим сейчас в Армении вот это отчаливание от российского причала причем это отчаливание после простите там 250 лет сколько там получается не помню просто дату вхождения Армении в Российскую империю ну это просто сенсация то что происходит я никогда не думал что я доживу до момента когда я услышу об аресте российской агентуры в Ереване по обвинению в попытке государственного переворота это просто вообще как-то инопланетяне в Вильнюсе это проще себе представить и я думаю что в этом плане пока что ВВ Путину похвастаться во внешнеполитическом плане совсем нечем и я не знаю что завтра он покинет украинскую территорию но я думаю что вот эта вся история с которой мы начали в третьем мире так называемом в странах глобального юга это это сегодня совсем не то что было скажем даже год назад Константин я бы конечно у меня бы может быть было еще сто вопросов но я знаю что у нас уже совсем не осталось времени поэтому очень надеюсь что в следующий раз найдете для нас 10 минут могу вот если так тогда давайте это же очень интересно но давайте пару слов все-таки о Грузии и об Армении это очень удивительно как вы думаете зачем Грузии вот эта снова история с Россией они же отошли это странное возвращение ну смотрите здесь очень просто страна с большими социально-экономическими проблемами страна в которой самый богатый человек обладает состоянием превышающего государственный бюджет страна которая ну может быть до сих пор морально не оправилась от 2008 года страна в которой идет ну прямо скажем сформулируем осторожно активная работа с потенциальными избирателями по части там ну например беспроцентных кредитов людям в погону или кредит под малой процент через дружественные банки страна в которой реально люди берут понимаете это даже наверное ну я много раз бывал в Украине но все-таки вы не скажете да что страна живет на микрокредитах даже ну какие-то бедные люди там вот носительные провинции ну там в условной Полтаве ну Полтава достаточно благополучно город по стране со мной городами Кавказа вообще за пределами столицы в Грузии это реальность это реальность в том же Тбилиси с такими людьми ну это не счастье конечно но с такими людьми проще работать и есть определенная усталость от войны есть усталость не от войны а от постоянного от ощущения агрессии есть я думаю равнодушие части населения кто-то устало от этих всех дел и есть отъезд молодых это несомненно так это тоже фактор несомненный пропаганда работает это не единственный фактор вот не надо сказать вот случилась пропаганда и вот все куда-то поплыли всегда пропаганда всегда ложится на какие-то вещи которые существуют но самое главное это то что де-факто страной управляет человек у которого гигантское состояние которое может себе позволить практически все что угодно и это ну это такая вот реальность с другой стороны мы имеем Армению я не специалист по Армении никоим образом я там был последний раз очень-очень давно поэтому я не берусь судить о каких-то деталях я не очень хочу понимать скажем там национальные какие-то особенности я знаю что это народ очень ну как бы травмированный геноцидом 15 год 1915 года потери тоже традиционных территорий и так далее это люди которые ну это извините как в Грузии это два древнейших христианских государств и это все в комбинации работает на определенный тип национальной идентичности именно поэтому мне кажется происходящее там очень-очень важно а по сути дела ну Никол Пашинян как символ этого ну вот люди которые поддерживают его политику сформулируем так они меняют траекторию развития Армении ее внешнеполитических связей в совершенно ну это исторический момент меняют на историческую перспективу потеря Карабаха на мой взгляд используется я сейчас не обсуждаю мог Путин это предотвратить не мог формально не мог а реально наверное мог позвонить в Баку и сказать там Эльхам старик давай не будем как-то мы на это посмотрим не так здорово ну как минимум мог заставить задуматься сформулированием мог но этого не случилось и сегодня несмотря на гигантскую траву несмотря на то что понятно когда ты ну вот ты армянин ты сидишь по телевизору смотришь как разрушают церковь Карабаха или делают из нее там не знает клуб конечно тебе плохо но мне кажется что ну условно говоря нынешнее армянское руководство говорит вот мы отрезали этот период он тяжелый но мы должны идти куда-то это куда-то явно с западом с евросоюзом соединенными штатами мы больше не можем доверять людям которые нам в трудную минуту не помогли могли ли нет другой вопрос на таков нарратив и поэтому так сказать перефразируя вождя мирового пролетариата цитату которого вы в силу возраста не помните мы пойдем другим между прочим это еще хорошо не верю не верю вот как Станиславский не верю так вот я думаю что это принципиальный поворот Пашинян как я понимаю его политический так сказать учитель первый президент Армении Леван Тер Петросян я думаю что он наверное и с ним обсуждал что является национальным интересом Армении не в смысле что он у него советовался бегал по телефону звонил но он его учитель Тер Петросян был де-факто снят с поста президента под российским влиянием и вместо этого пришли люди из Карабаха к руководству страной в течение ну вот считайте там 20 с лишним лет я думаю что это принципиальная позиция Армении обратите внимание когда это было недели 2-3 назад когда был открыт переговорный процесс они или подошли к открытию переговорного процесса по безвизовому режиму то есть то что имеет Грузия Украина Молдова скорее всего может быть года даже через 2 будут иметь армяне это означает несомненное продвижение я абсолютно уверен вы в это увидите через какое-то время это будет расширение не только партнерство с Евросоюзом но Армения продолжает оставаться членом программы НАТО партнерства во имя мира как только она официально выйдет не заморозит а выйдет из договора ДКБ я абсолютно уверен что будет активизировано именно это при нашей с вами активной не то что жизни в ближайшие годы я абсолютно уверен мы увидим инструкторов из стран НАТО обучающих армянскую армию я абсолютно уверен что условно говоря я очень условно это по шиням видят будущее страны таким какой видел будущее Грузии Михаил Николаевич Саакашвили дай бог ему здоровья вот помните Грузия тогда считалась таким форпостом западного развития на Кавказе вот я думаю что Пашинян хочет сделать чтобы Армения стала такой же какой была Грузия там в условном 2010 году вот Константин но это же проблема смотрите Грузия стала и куда возвращается а вот у Армении тоже есть один плюс для того чтобы изменить направление движения внешнеполитического движения Армении нужен либо человек который обладает таким состоянием когда он сможет купить армянский электорат пока таких мы не видим либо вот эти вот так сказать усилия по государственному перевороту который мы видели потому что к счастью для Армении как выяснилось армяне долго считали негативом а к счастью для Армении нет общих границ с Российской Федерацией и это создает для Путина проблему вмешательства я более того скажу есть такое знаете понятие из английского пришло так сказать рент и моб по-английски толпа по найму да вот когда ты проплачиваешь каких-то тетушек условно говоря которые выходят и кричат долой там вот мы хотим этого и этого а вот этого этого мы не хотим я думаю что если бы Путин мог он бы это уже организовал в Ереване попытался бы это не случилось и более того к чести к их чести представители так называемого карабахского клана то есть это сторонники предыдущих двух президентов Качарян и Сараксиан на это не пошли как мне объясняли люди повторяю я могу только говорить о том что мне говорили эксперты я сам не эксперт но как мне говорили люди было ясно даже тем кто может быть безумно хотел бы отодвинуть Пашинян что не будут например армянские полицейские стрелять в своих армия не будет своих давить БТР и это означает что в конечном счете есть шанс ну если угодно национального примирения там уж не такой уж дикий конфликт на чем счете и прихода к пониманию общенациональных целей политическому консенсусу вот и это мне кажется для Армении вполне реально конечно важнейший момент ну скажу как востоковен это будут ли в какой-то момент установлены дипломатические отношения заключены формальные договоры с Баку и Турцией потому что конечно в случае открытия иноземных границ ну Армения получает другие возможности транспортные логистические инвестиционные в конце концов но мне кажется Запад будет обращать внимание на Армению в том числе и потому что скажем Армения из-за происходившего до этого до Карабахского вот этого последнего так сказать войны последний она вынуждена была сближаться с Тегераном с Ираном это очень не нравилось многим они говорили что можно а какие у нас другие партнеры в регионах сейчас этот так сказать как сказал Бала Борисовна Пугачева этот фарш можно прорвать назад поэтому думаю что здесь у нас происходит очень интересная вещь я лично надеюсь поехать в Армению и там так сказать поснимать посмотреть в ближайшие месяцы надеюсь что будет такой шанс ну тогда вот смогу прийти вам рассказать Константин спасибо огромное спасибо что нашли время очень вам за это благодарны спасибо спасибо счастливо спасибо Константин Нагерд был сегодня нашим гостем за что мы его страшно признательны конечно благодарны вам наши спонсоры на платформе Патреон и YouTube вставайтесь с нами